всем привет а я все продолжаю продолжаю тренировать команду крюл александра в английской лиге one да ну здесь вот согласно этому графику на 39 месте идет лига one то есть третья по значимости лига в англии вот российский фанель рашен first division даже выше что интересно ну ладно ничего страшного в общем турнира таблица у нас гораздо меньше матчей чем у наших соперников которые лидирующей группе здесь находится и вот на четвертом месте мы видим команду чарльтон и нам играть сейчас матч чемпионата как раз с этой командой и мы будем дома ее принимать что интересно в прошлом сезоне мы с ней дважды встречались на кубок англии на кубок английской лиги уже сейчас не помню в общем мы сыграли то 32 выиграли и потом нет кубок английской лиги до 32 мы выиграли и еще финале чека 3 трофе встречались там лишь по пенальти мы оказались сильнее так что вот такая вот команда чарльтон но второй сезон я работаю тренером в англии да вот этой команды крю и вот этот матч с чарльтоном станет для меня сотом представляете сотым матчем официальные матчи имеется ввиду как я тренирую команду крю вот такой вот юбилей для меня и это очень весело да очень много матчей получается мы проводим и раз уже на втором сезоне даже еще половина чемпионата не сыграно у меня уже сто матчей как я тренирую эту команду мы посмотрим как удастся это сотня первая для меня юбилейная 100 эфиров например у нас бывает на такое на радио будет ли вот 100 матчей посмотрим как преодолеем это и как команда сыграет не знает она об этом или не знает может быть преподнесет нам ну и мне в данном случае какой-нибудь подарок расстановку мы видим вот даже у чертона почему-то фотографии нет одного из игроков хотя он них лучший бомбардир 9 голов забил старается команда по такой схеме играть мы пожелаем им в этом удачи такой вот битокелли числе лицо у нас такое тоже здесь знаменательное так у нас паттерсон даже заявки вы сегодня нет я ему дал отдых он был измотан то есть физическое состояние и я с ним поговорил он попросил да я согласен что мне нужно отдохнуть в общем поэтому сегодня мы в заявке даже нету догнал будет там действовать вот не кстати абсолютно форму голов забивают оба во всех турнирах если брать так что у них все все непросто я попрошу серию наш продолжить успешную вот и все что я от игроков потребую сегодня в этом матче нам дали играть в лиги европы швейцария мне кажется может сыграть из перебора карточек поэтому они следующий матч у нас пропустят как раз или были желтые в самом начале это всегда опасно и угловой какой опасный смотрите черт за тут мог сейчас счет открыть давайте попробуем сказать мили гоня чтобы успокоился здесь снова чарльтон в атаке еще один начала мы видим не очень у нас удалось прямо таки скажем да вам не очень и поэтому нет у нас даже ударов пока поворотом сейчас я буду на них кричать игроков будут требовать старания даже скорее больше желания что показали то есть очень мало ударов наносим нужно играть совсем по-другому абсолютно сотый матч вот так вот игроки вышли не готовыми действует с позиции силы до мяч забрали ну видимо катают его там где-то в центре поля не пропускают моменты какие-то что чарльтон удары наносит не опасно это всего но здесь вентал своего попадает в губи сам еще один туда заброс смит хепки райли удары голос рикошета с рикошета в общем уровень забивает 2 смотрим хепки свободному райли тот за штрафную здесь конечно повезло нам что мяч туда залетел в створ пресс мы не попали ни разу ведем один мой такой туже кстати случается в футболе напомню как-то матч один был в лиге чемпионов русенборг играл с мадридским реалом в тронхейме норвегии сыграли они 30 реал выиграл но статистика послематчевая была такая створ ворот реал мадрид нанесли в один удар и 30 выиграл такое бывает потому что там два раза сенборг в свои ворота забивал до выровняли даже вышли вперед по ударам в итоге но в створ мы не бьем в общем давайте скажем команде меня не устраивает то что вы тут показываете так бегу я попросим бежут и обойтись в принципе был в начале матча пару моментов у наших ворот ну потом мы отодвинули игру туда был шута вот очень хорошо это есть каким его заменить конечно нос вот это удар что ли состоял с первый кошмар створ я беру от нашего игрока если это удар то это жестоко вот здесь гоме заброс надогнал одогнал 1 1 и сбивает вот 20 уже спокойнее становится в этом матче естественности не пропустим это на месяц здесь бромал подкать хорошо сыграл мы надогнала заброс очередной гомес отличается результативные передачи вот я думаю есть смысл нам замену провести в избежание в избежание каких-то проблем койл на желтый лоди выпустим скажем ему что не мы верим все такое глобой мы подаем не совсем удачно здесь винтал смит плоди выше на замену смит винтал пяткой как ошибка 5 в обороне догнал штангу попадая такое тоже наблюдаем он вылечет неплохой мы можем выпустить знаете кого можем выпустить купера можем кирка кстати выпустить почему бы нам не попробовать кирка сегодня поиспользовать вот здесь редко появляется у нас в этом сезоне он в прошлом сезоне был так скажем не основным игроком вот здесь себя так проявляет пока не как можно сказать ну и последнюю замену давайте не будем выпускать и купера вот пикеринга выпустим на этот план из того леса вот и все счет были пока нормально позволяет это делать пикеринг в аренду просится вот посмотрим возможно я его дам в аренду возможно муж не отдам говорить пока ничего не будем может нам этого и не придется вообще с командой общаться пока все складывается за неплохо ну и более-менее спокойно в начале матча были там до пару моментов и всего дальше контроль наше преимущество наше мы доводим мать до победы по всей видимости последние добавленные минуты идет пикеринг смит пробил не попал звучит свинальный свисток 2-0 выигрываем у чарльтуна который в лидирующей группе находится так будет скажем это отличная победа и перед отправлением в швейцарию на матч лиги европы это нормальный вот такой вот результат для нас в швейцарии мы с вами теперь отправляемся не так много болельщиков но пришло ну видим расстановку в общем угроз хоперса фотографии не все есть играем вот так барамал тут у нас на желтый в общем патерсон выпускал с первых минут и будем смотреть трио так скажем такую ща давайте попробуем вот так с ними сыграть на команде скажем показать нашу лучшую игру попросим так что тут уносим геймфорест и тренера уволили вот меня по этому поводу спрашивают естественно команда планировалось как победитель легиоан так что результат ее плачевные мы начинаем тут в атаку играть митл первый же ума нет на первой минуте угловой у нас возникает гаррот в воротах у нас стоит вот его я поставил на этот матч еще тот момент может быть на форму блэкберна похожа форма игроскоперса с блэкберном мы еще не играли с основным да вот как нибудь может встретимся еще так ну начали мы чуть лучше я буду игроков просить стараться чтобы выйти нам в плей офф лиги европы нам нужно уже в этом матче набирать очки ну желательно конечно победить чтобы снять все вопросы да и остаться на первом месте в группе что важно для нас перед последним туром с битисом для этого нам нужно выиграть сегодня вот и все ну так травму получил потенциальную травму ноги это плохо по торсовым штрафной навесы бол динзий вышел сегодня в основе ну вот после стандарта защитник наш центральный отличается а головой это делает один ноль так просим креатива побольше так ну рейли придется убирать с поля наверное штрафную трейли бьется неплохо но здесь доиграет у нас первый тайм вот получит более серьезную травму еще субит пробивал очень неплохо так он у нас в милигоне кстати на карточке если получится матч пропустит ох 2 рейнос сегодня защитники отличаются смотрите гинза и рейнос вот так вот после стандартов первые там оказываются на мяче им скидывают ну неплохо неплохо город ну раз центральность забивает может и вратарю уже пора поучаствовать в атаке и забить ну здесь рейли переводит далее в центр ну что пенальти ну какой-то левый пенальти ставят если честно здесь ну Гомес великолю отсутствует поэтому Гомес будет бить ну не знаю посмотрим Сабел ну пенальти явно левый Ангеле Гомеса англичанин ну 3-0 ну потом чтоб нам не говорили что пенальти в суде испортил игру нет к тому моменту счет был 2-0 поэтому я не думаю что нужно на это сетовать так заканчивается первый тайм мне не нравится вот эта надпись что до сих пор появляется так пойдем раздевалку скажем команде я доволен продолжать в том же духе вроде давайте паттерс попробуем опустить нападающим выпустим догнала почему же еще нам этого не сделать да ну и давайте просьбу им или выпустить не знаю вместо смита может быть ну так вот вторая наша замена вот все что нам пока требуется начнем вторая начнем здесь не ошибаться там главное все будет нормально мы их 4-0 переиграли своем поле так что все нормально и здесь мы выигрываем давайте попробуем еще постараться я понимаю что уже счет в нашу пользу такой по статистике мы явно переигрываем эта команда все-таки высшего дивизиона Швейцарии должна же она быть такой слабой ну что проигрывает до третьей английской лиги ну вот случается такое непростая у нас команда у нас всех матчей сыгранных в этом сезоне только один по телевизору показывали поэтому болельщики нас в общем-то и не видят как мы играем с Челси только этот матч был показан вот так вот так ладно еще последняя замена у нас есть но мы можем давайте купера без так скажем ему ты можешь в общем все ты можешь штраф мы тут разыгрываем скидка удары гол пять динзы ничего себе защитник дубль оформляет вот так вот стандарты видите как сегодня пригодились три мяча какой три четыре пенальти же это стандартное положение да или не стандартный не знаю как правильно называть но все голоса стандартов 4 0 так же как и в первом матче вот так вот мы играем нужно и побольше даже забить еще моменты гол динзы хитрик опять стандарт углового вот те на на том динзы хитрик центральный защитник ну это кошмар для гроссхопперс центральный защитник делает хитрик и это не с пенальти даже из каких это конечно полный кошмар бромал желтый получил следующий матч у нас пропустят в лиге европы с битисом ну ничего страшного 5-0 все говорит за нас счет тоже так что скажем команде отличная работа мы прошли квалификацию мы собственно молодцы смотрим нашу группу ф ну здесь все очень понятно и все просто битис и мы выходим дальше битис 2-0 переиграл псв дома так что все здесь понятно последнем матче мы сыграем как раз с битисом дома 13 декабря это произойдет и определим кто займет первое место кто второе при этом ничья у нас устроит чтобы занять первое ну вот я не знаю принципиально это не принципиально ну давайте глянем все группы может быть да вот смотрим циска смотрите первое место в группе занимает санитарина на втором циска уже квалифицировалась так что что есть такой испаньол динамо киев тут проходят фейнорд и олимпик марсель по 12 у них кивальн тотанхэм что интересно так кому проиграл штанхэму да тут еще последний вариант может быть кто по разнице мячей дальше пройдет но выше будет джену шальки тоже проходят мы тоже с бетисом бешиктаж тулуза мы видим проходят все потенциальные наши соперники кто-то из них вот ливерпуль уфа прошла ничего себе вот это шесть про уфу то мы и забыли оказывается она тут тоже есть интересно было бы сыграть с уфой например нам в плей-офф стандарт бельгийский олимпиакос квалифицируется ну нет они еще не окончательно так что краснодар базаль краснодар тоже проходит видимо это сивилин с пауком тут соперничают тоже 2 квалифицировались так что непонятно только кто из них какое место займет вот и рубин проходит тоже достаточно уверенно аякс там еще с макаби с брюки поборется поборется второе место но рубин проходит но российские команды мы видим проходят так что давайте лигу чемпионов тогда посмотрим что же нам не посмотреть так вот челси к бавария вот нормально смотрите девять очков восемь пассажиры на втором вперед себя пропускает на поле ну здесь группа c такая бенфика шахтер бенфика играет пять игр пять побед да кто бы сказал это в реальности где все шесть матчей бенфика проиграла манчестер сити уступает липцигу даже по разнице мячей реал мадрид на третьем кошмар не пройдет наверное реал или сити не знаю кто-то из них точно не пройдет ну так все может сложиться ювентус впереди планеты всей арсенал плохо но еще бы есть шансы выйти дальше но гамбург выше даже ну здесь барса понятно спорту они играют зенит квалифицировался в плей-офф ну неужели зенит квалифицировался спартак на втором месте обходит даже манчестер юнайт это ничего себе пацаны смотри две победы у спартака дома над манчестером 3-2 ничего себе в гостях байер обыграли 1-0 в ничью в ливеркузе не сыграли проиграли мю и в гостях крупно и атлетика мадрид 1-3 то есть они значит с атлетика мадрид дома будут играть последний матч ничего уже не решающий для атлетика возможно спартак в случае победы тоже выйдет из этой группы что будет веселым каким-то достижением для нас но мы за этим тоже последим позже отправляемся в гости команде бертон альбион вот такая команда ну и видим состав их не в общем всего вот это вот понятно будем играть обычно в нашем практически составом есть конечно какие-то изменения динзе составляю в старте хитрик все-таки в прошлом матче очень-очень интересно ну давайте бертон значит и вот так сделаем скажем команде попросим чтоб продолжили нашу серию вот вот ну что девочек такой вообще небольшой и видим мы вот это посмотрим как сыграем здесь на сей раз тут опять мы тут пропустили но тут штрафной у нас какой момент и гол свои ворота кошмар я думал динзы опять забил давайте смотреть перекладина неужели это динзы был на грани там где-то всего этого заставили ошибиться в общем игроков бертона да так здесь смита смит здесь мы тур опять очередной пропустили из-за наших матчей в лиге европы поэтому после этого матча посмотрим турнирную таблицу ох очередной удар милигу не выше да 2 начало полностью за нами забили 1 набили наверное и побольше позабить такую лицу указал да гомес перевод смит урели прострел битл скидкой гомес 2 2 нет нет молодец гомес видим как разыграли этот выпрыгнул в свободу зону здесь уже надо было в пусты ворот просто попасть не промахнуться мимо и 2 0 еще угловую подают здесь справились временные игроки бюртона продолжаем атаковать гомес орели 3 0 ну да смотрите как быстренько всех раскатываем всю эту оборону и 3 0 серьезный результат как будто у нас матч с гроссхопперсом продолжается да примерно вот такая картина ну пока мы не видим наших нападающих в прошлом матче не видели в этом не видим так что забивают игроки то защитники то полузащитники вот момент у наших ворот опасно возник очень опасный ну здесь уже команде ничего не нужно говорить по ходу матча все складывается хорошо 3 0 достаточно хороший счет вот и все да к перерыву мы близимся так ну давайте скажем команде что что я доволен менять кого-либо пока не будем пролетаем пролетаем не хотелось бы чтобы нападающие тоже забивали паттерсон например за золотом продолжается так уровень и убивают у него мяч здесь промолвать несущий просто сегодня на этом фланге гомес там тоже действует здорово вот он гомес навес смит 4 вынимаете продолжается ночь с гроссхопперсом как будто тут и не заканчивался разрывают соперников просто и уже и 40 до них замена либо либо же вот так ну это ладно пожалуйста так должны замены какие сделать я думаю давайте значит ураеве неплохо дальше попробуем еще раз здесь паттерсона поиспользуем выпустим вперед догнала так сыграем до замена будет цену губис я думаю нужно оставить видел можно выпустить конечно купера сюда на этом фланге тоже может играть можно их и местами поменять сбор без ему давайте применяем посмотрим что будет такие замены такие замены смотрим что произойдет паттерсон неплохо в принципе оценка то играет даже менять некого если честно можно паттерсона конечно заменять давайте вы вот последняя замена нападающий у нас позиция такая продолжаем атаковать владеть инициативой мячу вам создавать момент какие-то давно купе догоняет мяч прострел очень-очень здесь контр-атака может получиться у бертона получается и крестовина нас спасает надо сказать концентрацию игрокам утром теряется на концентрацию ну что ты будешь делать а мур и лиры и травму получил замен уже нет без этой позиции останемся последние пару минус штрафную там еще исполняю берегони скидка тут выносят продолжаем мячу владеть гомес гомес прострел носят снова регулируем здесь удержался догнал удар игру ну вот нападающий у нас забивает 505 чё такой мышь подряд да ну возможно догнала нам стоит сейчас использовать нападающим пока у него идиус что ли забил на следующий матч возможно он и будет играть с первых минут ну в общем 5-0 какая боль два раза подряд по 5-0 мы играем ну это отличная победа я скажу все классно все здорово давайте отправимся и посмотрим турнирную таблицу лиги 1 турнирная таблица вот она на наших экранах мы на втором продолжаем идти но у нас по-прежнему матчей сыграно гораздо меньше чем у соперников например на 5 матчей мы меньше сыграли чем лидер флитфуд но на 5 очков всего отстаем так что шансы у нас достаточно хорошие но у некоторых вообще на 6 матчей больше чем у нас но это все из-за наших кубков еврокубка в том числе тем более у нас впереди будет матч с нутингем форест вот нутингем на двенадцатом месте команду мы видим тренера сменили там не знаю что у них получится ну и кубок есть кубок давайте расписание посмотрим кубок англии второй раунд мы отправляемся до нутингем так что сити граунд стадион у нас будет ждать вот такой вот противостояние кубок англии в общем второй раунд мы наблюдаем тинге форест против нас 4 4 2 не играет до сыграли с ними в чемпионате ничьего помним ну это дело так ну давайте этих двух нападающих мы вот так вот с ними будем действовать так ну давайте скажем что про серию опять продолжим почему негативно ну я не знаю бауэр гомес честно неужели вы так считаете там нутингем таким фаворитом по имени да и более того по имени конечно он был фаворит потому что команду два раза подряд выигрывал кубок чемпион нынешнюю лигу чемпионов когда еще там не было групповых вот этих турниров можем мы с ними играть но них чему-то с травмами игроки есть вот так мы в синим сегодня гомес прострел очень удачно смеется на медла металл и гоня стоял смеет не попал девятку так что догнал тут еще травму получил колено возможно не скажу стараться у вас плохо у нас или на несколько дней выбыл не на 10 после предыдущего матча теперь догнал за насколько выглядит должен сказать хепки чтобы успокоился ну лучше мы чем на тенгем играем на данный момент ну вот пока не реализовали свое преимущество что-то забитый гол здесь вот эти расспасовки интересные конечно опасности для соперника не таят вперед играем вперед берегу не мур или догнал что-то совсем да ну теряет мячи вот передовой передачи и гомес мог сейчас забивать угловой всего лишь с углового момента брата лихий в тимов поймал так и бау что-то центральные защитники молодые у нас все на желтых но ну ну так аккуратней играем аккуратней бау вот здесь уровень здорово момент ну что это такое ты не удар и не пас ну так перерыв в общем по нулям преимущество нашим был агрессивным выглядит не очень нравится замедленные кепки давай как друг мой не получил желтую вот баура пройдется нам заменить я думаю да динзы и выходи сюда ну и патерсон я выпускаю вместо догнала у которого повреждения для замены те хитки может у нас карточку слопотать угловой будут подаём момент и гол патерсона патерсон он не дашь на свои ворота общем тут записывают надо силу патерсон пробил брата вроде отбил и в защитника мяч попал 1 0 вот количество ударов 13 все-таки забили на этот мяч так стараемся мы стараемся очень сильно надо нам стараться продолжаем удары наращивать ну так ладно мне кто-то замену дать посмотрим нападающий тут вышел бэн м си бэн такой встречались мы как-то с ним давайте вот так с ним сыграем и я замену сделаю последнюю давайте рейнса выпущу вместо хепки которую ту же желтая так посмотрим свежий нападающий да может рваться там куда-то его собьет человек обеющий карточку не все здесь что за провал такой в обороне ну ничего не предвещает подобного однако в защите сыграли не лучшим образом нашего игроки вот гинзы скинул как-то не совсем правильно ну а дальше уже все рейнс был отыгран не успел так стараться вот гомес и не заметен напрочь просто просто не заметен сегодня гомес у нас так рейнс желтая получил печально с нутингемом мы тоже играли лучше в чемпионате сыграли 1 1 пропустили выигрывая но сейчас еще время есть мы можем конечно выиграть этот матч паттерсон перевод винта вот теперь паттерсон точно результативной передачи отмечается запишут действия активно 1 теперь сконцентрироваться нам виду забил здорово пока у дутингема есть проблемы мы должны ими пользоваться команды явно не в своей тарелке с тренером там беда уволили да нападающие у них активные и и мы раз создают какие-то моменты вот здесь что такое как оставляем прошу же концентрацию не сильно линию атаки для лиги вот этой поэтому там нападающие могут что-нибудь придумать и вытащить там матч какой-нибудь смеет смеет удар и гол ну все вот это нормально сейчас убил снится у нас и в предыдущих мальчах примере мыс так скажем к воротам все минуты мимо ну вот сейчас попал дальним ударом здесь подработал из за штрафную брата ему поэтому отбить его ну что-то сплаковал вот и все компенсированное время идет выйдем мы выйдем второй раунд кубка англии жеребьевка посмотрим тоже например лига присоединиться с третьего раунда поэтому сейчас будет команда не самая сильная для нас ну я доволен конечно тем что было в итоге выиграли владели преимуществом и свели матч победе ну и жеребьевка третьего раунда здесь все основные команды топовые английской премьер лиги присоединяются то есть арсенал и два манчестера челси тоттенхэм ливерпуль в общем надеюсь не челси для нас будет хотя было бы неплохо если челси они могли бы с нами сыграть на основным составом ну давайте ну и слишком много матчей давайте рискнем сразу нажать всех команд так нажимаем видим мы темы вот крю александра сыграет с командой норвич чемпион шип видим вот такую вот команду вот такой вот жеребий для нас удачный возможно мы можем рассчитывать естественно на выход дальше ну здесь я не вижу каких-то матчей интересных вот знаковых нам играть с норвичем сейчас опять переносы начнутся вот мы видим норвич в чемпион шипе на двенадцатом на данный момент 5 января этот матч ну и с роторах и на маму перенесен так что с 5 января на 26 февраля сплошные переносы у нас будут ну нам играть следующий матч чек от трейд трофе с команды кембридж который идет в лиге ту на десятом месте то есть мы ее можем переигрывать выходить в третий раунд ну давайте последим как у нас это получится не пользуется популярностью вот этот чек который трофе у нас для нашей команды домашний матч мы играем мало болельщиков приходит на этот матч ну кембридж может как с ним играли когда выступали в лиге ту ну давайте раз мы здесь играем в общем сыграем что от нас требуется в общем состав я выбираю такой знаете ротирую состав и у нас должно играть здесь пять человек с предыдущего матча вот они 5 есть все остальные там другие гарот в воротах например да основан бака йога пикининг составе сразу же купер ну в общем курилом видим мы все это вот и сыграем таким составом главы разыграть паттерсова на посту как догнал с повреждением поэтому сегодня его нет даже с опасием вот ну дал отдохнуть бауру бромалу гомесу смита в общем конечно не могут выйти любой такой возможность если нам это потребуется посмотрим уровень например можно будет заменить на кого-либо там есть у нас его выдали может сыграть на этой позиции тот же смит мы посмотрим как будет матч протекать хотелось бы более спокойного так скажем ход этого матча то есть мы забивали желательно несколько мячей и дальше было бы уже все гораздо легче пикеринг тоже не совсем готов я его использую пока может сыграть пусть играет купер купер ну заводился фой здесь разобрались но он длинный заброс неудачно пикеринг снова замечу не цепляется на этой позиции непривычно наверно его играть паттерсон переводит на вид слабит а у него обокрали так далее перевод а паттерсона паттерсон отлично мне был момент чтоб забить но не забил разыгрывая мяч с углового не очень хорошо разгадали тут игроки кембриджа нашу задумку ну да так попрошу задавить в концовке тайма может быть получится что-нибудь сделать может и нет урая нам придется заменить сразу мы пикеринг выпадает из игры абсолютно на этой позиции так меня не устраивает как вы играете в таком составе но в защите проблем наверное нет вот здесь пикеринг ну придется нам выпустить либо смита либо миллионе здесь попробуем или будем и вот сюда давайте его она далее пустим подыгрыш к паттерсону и начнем второй тайм ничья если я напомнил будет сразу серии пенальти поэтому доводить до неё резоны нет серии всякое может произойти вот пока статистики тут наш полное преимущество вот диджей желтого получает опера мы сегодня не видим на поле к сожалению есть у нас гомес на усиление конечно весь смит вот и думаете да кого выпускать возможно гомес возможно так стараемся что купер у себя никак не проявляет есть здорово тогда тогда давайте гомеса выпустим вместо купера скажем ему что он способен переломить ход игры хотя предыдущий бой сыграл не очень удачно ну вот на 20 минут может быть его хватит показать что-нибудь и серия которым может давить статистике явное наше преимущество но где голы где где моменты ворот койл желтый желтый не важно что тут происходит с ними да и можем не можем команду лиги ту вскрыть оборону еще надавить концовка четыре минуты добавлено пенальти это кошмар они могут как угодно происходить ну вот здесь может быть последняя атака марша он далее перевод неудачного каёга ну подбери койл гомес берегоне ну да близки очередной серии пенальти мой дизы сейчас удаление будет да нет судья тоже карточку не показал странно что это было еще снова главу и зачем-то в данной ситуации решила привести справились и к серии пенальти в общем лигу не гомес но он паттерсон далее динзы и ну в общем да стандарт до этого нам серии пенальти портила ну там стоял другой вратарь мы ее ноут город как будет стоять сложно сказать давайте смотреть глигони будет первым бить глигони забил вот морис забил тоже так теперь они да еще один удар браун здорово убил пока игроки гомес мы будем девятину но он теперь ух ты замочил как здорово то здесь ничего сказать нельзя хотя какой-то серии можно было фой мой по центру плохо как 32 азиз игрок азиз здесь классно паттерсон паттерсон еще пенальти у нас не бил насколько я помню ответственный момент очень плохо паттерсон пробивает 33 его вендали последний удар попал 4 3 выходим вперед теперь удар наших соперников если они его забивают потом до промаха начинаем до дэвис спеша идет город занимает место в воротах давай нет теперь асадеби бьет вот так вот по промаха прошли ну здорово горит здорово спас если мы сейчас запьем то мы выиграем что интересно диндзей носу игроков плохо с пенальтями вообще как хит-трик сделал ну давай диндзей можешь принести нам победу как плохо ударил кошмар рейнас сегодня защитник здесь хорошо пробил 54 видео вот теперь будут бить наши соперники тэйлор не спеша тэйлор посмотрим как он пробьет нет не забивает и мы выигрываем этот матч опять на 7 пенальти выиграли интересно такой статистике мы просто обязан выиграть матч в основное время не доводить его до 7 пенальти я не знаю кошмар какой просто в какой-то момент нам просто не будет уже фартить с этой серии что немцы что-то который по пенальти всегда выигрывают нет у нас простили за ошибки я скажу ему придется серьезно постараться в матчах с более сильными противниками хоть и выходим мы следующий раунд до забитый пенальти мы увидели и не один так что паттерсон например на свой не забил ну ладно давайте посмотрим на жеребьевку в третьем раунде с кем мы встретимся кубка чека трэй трофе ладно жеребьевка значит чека трэй трофе челси тут есть значит они выбили арсенал мы видим ну но тингем форест спортсмут с уиндом и петерборо соутгемптон молодежные здесь еще вестхэм или newport кто-то из победителя этого матча окажется вот вестхэм или нею порт каунте сыграет с нотингем форестом соутгемптон спортсмутом то крю мы будем играть команды из вы дон то он мы за нашей лиги ваган ну ничего нормальной жеребьевка и челси молодежная спитерборо ну все хорошо все нормально 17 января вот этот матч с уиндом нас ожидает который идет на шестнадцатом месте так что ну и мы видим что мы не проигрывали с виду на уже три матча вот такая вот статистика ну отправимся в нашу лигу собственно матчи мы тут пока больше не играли в чемпионате из-за кубков ну и видим что мы по-прежнему на 5 очков отстаем от первого места но имеем пять матчей в запасе смит здесь появился посреди оценки гомес например 7 результативных передач отдал ну молодцы набираем какие-то до баллы очки так далее ну что нам радует мы 13 побед удержали всего одна ничья без поражения идем разница мячей лучше чем у любой другой команды ну что интересно с восьмого места начиная ну не с 8 здесь олдхам положительная разница у всех остальных минусовая да ну и расписание да смотрим с вами вот конечно здесь впечатлительно вот эти два раза по 5-0 были у нас матчи ну прошли на на кубок англии дальше чек от трейд трофи дальше по пенальти мы там заиграть с бетисом последний матч группового турнира лиги европы с него мы начнем следующую нашу серию да если мы не проиграем займем первое место в группе вот на это и будем рассчитывать потому что мы уже вышли в плей-офф лиги европы это классно для нас это здорово ну и дальше уже будет формироваться календарь дальнейший хотя мы видим здесь боксинг-дэй наступит и у нас вот 26 29 1 января 5 в общем да здесь будет много всего сложного и интересного и как мы со всем этим справимся тоже будем за этим смотреть но впереди бетис это на данный момент в приоритете для нас тут уже спортсмутом нам играть уже второй круг начинается хотя мы еще не все матчи первого сыграли до что тут с этим не поделать но уже ответный второй круг в легио он спортсмутом как раз все это в следующей серии мы посмотрим и будет уже что-то понятно или ничего не понятно но знаем например соперника по плей-офф лиги европы тоже интересный там может достаться какая-нибудь российская команда ладно на этом серия наша заканчивается всем всего хорошего всем пока